Всем привет, ребят, с вами снова Диана, и сегодня вы будете смотреть второе видео о том, как я поступила в Канаду, в этот раз с перспективы Мадины, которая закончила все 11 классов в России, и да, поступила сразу в Канаду в UBC. Небольшой такой дисклеймер, мы с Мадиной, особенно я сейчас, потому что я не живу уже в России около 5 лет, и мы настолько с Мадиной привыкли общаться на английском, что мы даже между собой очень часто разговариваем на английском или же на русском, подмешивая английские слова туда, если можно так сказать. Поэтому прошу, не думайте, что мы хотим как-то выпендриваться и так далее и тому подобное, просто это серьёзно как бы сейчас нам удобнее так разговаривать, поэтому очень много моментов в видео, которое вы сейчас будете смотреть, мы, знаете, так вставляем по слову по-английскому, чтобы было понятней, потому что просто в голове не можно найти русское слово. И ещё извиняюсь за бардак в моей комнате этого экзамена, и они просто забрали всё меня и не хотят спускать. Также с завтрашнего дня я начну снимать влогманс-видео. Видео, видео-праздник к нам приходит, их всего будет штук 15, по-моему, если я не ошибаюсь, так что ждите этого, с завтрашнего дня видео будет каждый день, это очень страшно. Но да, увидите мою жизнь немножко в Канаде, пару дней, и дальше я буду в Корее, в Сеуле опять зажигать с вами. Так что да, приятного просмотра! Чит-ча! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Мадина, я из города Уфы, я учусь здесь, в университете Притассе Колумбии, вместе с околоуважаемой госпожей Лю, на факультете науки, а потом к будущему хочу стать врачом, доктором науки, ага, право. Мы не просто выйдем, я просто буду готов к нам. Мадин, как ты решила поступить в Канаду? Расскажи, пожалуйста, людям. Если кто-то, ребята, нас из России смотрят, раньше была такая программа по обмену, Флекс, Фьючер, Льюис, Эксченж. Мы были последним, я была последним поколением, который попал на эту программу. Я там, значит, я прошла этот конкурс, он, что же получается вообще? Вам оплачивает американское государство год в Америке. И, значит, я там хоть жила, не тужила, решила, возможно, нужно поступать за границу после этого. То есть, я там была в течение моего 10 класса. А так, до 10 класса, ты просто учился в гимназии? С английским уклоном. Вот, а потом, значит, я приехала, и там еще не считают, вот, 10 класс, поэтому я пришел с экзаменом сдавать. Потом я пошла в 11, как раз началось все это время экзамены, всего такого, и я решила. Я ЕГЭ буду сдавать, но подам, значит, за границу тоже. И, значит, я вот где-то сентябрь-октябрь, я смотрела университет и все такое, решила, в какой подавать, или какой мейджор. Вот это я вообще, до этого я вообще ничего об этом не знала. Ну, про ИСАТИ я слышала, пока была в Америке, но вот этот сам процесс поступления, я еще как-то... Я сдала ИСАТИ, это как ЕГЭ, это вот для Америки. Вот, потом, значит, я подала NYU, Нью-Йорк Университет, который был в самом Нью-Йорке, в Абу-Даби, везде там подавала. На Нью-Йорсинг, это как медсестра. Да-да-да. Я еще подала в Тихарске один университет, значит, там через Коман Апликейшн Апты заполняешь, значит, Тичьерс Эвэлуэйшн, Абду-Даби, в Америку я сама делала, в Америку я сама все подавала. У меня была подруга, которая очень хотела посвятить в Канаду. Значит, и что-то вот мы с ней разговариваем, на-на-на-на. Долго ли, коротко ли, значит, я думаю, можешь подавать в Канаду. А вот процесс поступления в Канаду, хоть вот я в Америке была, я примерно знаю, что, куда, кому подавать, что сдавать. А про Канаду я вообще не знала. Значит, я посмотрела сначала в интернете всю информацию, куда, чего, кому, какие университеты есть. Потом такая думаю, ну, я сама как-то не смогу. Поэтому мы нашли агентство. Я там очень часто ездила в Англию, учтем диски там. И, значит, одна девочка, которая учила английский вместе со мной там в Англии, она поступила в Европу. И, значит, мы спросили у нее, через какое агентство она поступала. И вот агентство называется ABC Travel. Кстати, у нас вот ABC Travel у нас есть и в Москве, и в Питере. Она находится там. А у нас была как бы дочка в Уфе. И нам сказали, что это самое нормальное агентство, потому что оно базируется в Москве. То есть там люди уже прошарили. Поэтому мы, значит, туда обратились. И вот, и нам сказали, какие у вас оценки, куда вы хотите подавать, что думаете, на какую специальность. А мы тоже, ну, мы с мамой вообще ничего не знали на этой теме. И нам сначала, первый раз, когда к ним приходишь, они тебя консультируют. Вообще, куда ты можешь поступить с такими оценками. На какую специальность можешь, на какую не можешь. Потому, вот, допустим, медицински сразу поступить нельзя. Вот в Америку и в Канаду сразу медицински нельзя. Не знаю, на чем тут Англия и Австралия, как у них там дела обстоят. Ну, значит, туда нельзя. Еще для того, чтобы поступить, допустим, в Америку, чтобы подавать, нужно давать с IT. А чтобы подавать в Канаду, ничего сдавать такого не надо. Вот, нужно сдать IELTS, то есть знание языка. То есть тебе не надо было это сдавать, потому что ты училась в школе. А я с обычной школы сдавала, поэтому мне нужно было сдавать либо IELTS, либо TOEFL. Но с IELTS я более-менее была примерно знакома с форматом, а TOEFL для нас что-то совершенно было новое, поэтому я решила этого не делать. В Европе и вот на Северной Америке там 6,5. Я сдала IELTS, у меня на руках были результаты. Потом нужно было сдать оценки. А я круглая отличница. С этой медалью у меня все было-то нормальным. Вот. И потом нужно это все заверять у нотариуса. То есть просто так ты меня отправишь, потому что вдруг это не настоящие оценки. Не-не-не-не. Поэтому перевод за это все нужно было заверять. Потом от TITI я сдавала. Потом. Меня агентство заставило писать письмо, которое якобы почему я хочу поступить в общем. Ну там такого не было. А я когда на сайт заходила, там написано 3 вопроса было, на которые нужно было ответить. Пять их было. Пять их было. Пять, по-моему, да? Вопросы там такие были, типа... Да, там. Что там было? Я уже даже не помню. Нет, было почему ты хочешь поступить именно в этот университет. Почему ты считаешь, что мы должны тебя принять. Потом, какие у тебя экстракуррикулы активисты, I don't know. Кружки. Что, что, урочи, там, заходила школа, там, я не знаю, арт-школа, все что угодно. Там, то, что вы на дэнс ходите. Волонтеринг было. Волонтерство, то, что ты каким волонтерством занимаешься. А, вот, какие были ситуации в твоей жизни, когда ты привил себя как лидер. Вот, что-то такое. Ну, это мне любят очень, чтобы ты такой был. Да. Чтобы ты не только был умный, чтобы ты что-то делал там. Помимо этого. Еще, некоторым, некоторым назначают интервью. Допустим, у меня вот эта, да, вот эта, которая Содер, которая школа бизнеса. Да, у них не назначают интервью. В Содере еще вот это, и в Инженерии. Ну, в общем, там тоже для разных факультетов разные какие-то критерии. Да, и мы знаем только про то, что мы и знаем. В общем, ребят, если хотите поступить за границу, если не хотите вот таких вещей, типа, вот как, вот я подавала в Америку, да, сама. Я думаю, ну я же, я же могу это сама сделать, сильно независимая. И я не поступила. Вот я вам скажу, потому что, по той простой причине, потому что я не знала формат, как писать вот эти все письма. Я не знала, куда это отправлять. То есть я потом уже разобралась с этим. Люблю, я столько сидела, писала эти рекомендательные письма, все вот это отправляла, не знаю, с оценками этими бегала. В итоге они такие, ну, ссори, конечно, но мы интернет-сорида студентов на эту программу в принципе не принимаем. Я такая, окей, поэтому прежде чем на что-то подавать. Более, посмотрите, вообще можно на это подавать или нельзя. Вот, и проще всего, конечно, через агентство, потому что они уже знают весь формат, что как подавать. Плюс ко всему, у некоторых агентств, у них какое-то соглашение с UFC, типа, мы вам предоставляем только таких проверенных студентов, на-на-на-на, у них что-то там... Какие-то мутки, короче. Единственный минус в том, что вы подаете через агентство, это то, что это иногда может быть дорого. Дорого это может быть. Ну, в принципе, учиться за границей дорого. Как бы. Ну, хотя, знаешь, у меня подруга въедет поступила бесплатно. Если у вас есть возможность поступать за границу... Вот, еще знаешь, все думают, что за границей так хорошо, не так будет круто здесь, на-на-на-на-на-на... Все сразу начинают скучать по мамочке, по папочке, и по сестренкам, и по притишкам, по всем, что угодно. Там, по домашней кухне, там, по удобствам, то, что везде все знаешь. Нам здесь, ребята, нам здесь провели нигде сделать. Проблемы! 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 Ребята, если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментарии. Я у нее спрошу, она вам ответит. Ставьте лайки! Подписывайтесь на канал! Ребята, еще не нужно скрытую рекламу. У нас же типа Коллаб. Ну, узел, что Коллаб. А, ну вот, да, да. Хорошо-хорошо. Так вот, у меня есть, значит, блог ВКонтакте, Madden Vancouver, значит, там 100 подписчиков, а, возможно, уже 99. Подписывайтесь на Манин, пожалуйста, в Твиттер, она еще, она смешная такая, я не могу. В общем, ссылочки все будут внизу. Блин, я так нравится это чувство. Все ссылки внизу, подписывайтесь на канал, там, я не знаю. То есть, мы вас любим. Пока-пока. Пока-пока. Дует вы змеи. А, угодно. Пока-пока.